здрасте а почему вы не можете до угла доехать до какого вот я стояла на углу вот здесь вы говорите я не могу туда подъехать нет я просто по времени представляете сколько этого займет так почему точку то не поставили по геолокации я не ставлю эту точку дебильную потому что это не нормальный сервис я ставлю в одном месте она перескакивает на другую я ставлю адрес вот почему бы я хотел сейчас сказать о том чего не хватает какого предмета не хватает в отечественных школах и он понимаю почему не вводится этот пример бы назывался финансовая грамотность условно говоря ведь правда нас никто не учит в школе наши родители нет там большей частью до вышли из советского союза и не обладают какими-то бизнес-навыками и так далее и в школе бы предмет очень пригодился я вот к чему когда меня опять же частенько спрашивают знакомые или какие-то просто люди на улице которые меня узнают как подзаработать денег я задаю вопрос у тебя есть автомобиль есть а что-то на нем делаешь на работу езжу в магазин и раз в год на дачу прекрасно автомобиль стоимостью условно говоря миллион рублей стоит на улице и требует только вложений бензин техосмотр страховки постоянные т.о. смена резины и так далее это пассив как превратить его в актив элементарно ты можешь свободное от работы время если тебе нужны реально деньги работать на нем в такси ничего сложного наш парк такси хай подключит тебя если у тебя есть свой автомобиль очень быстро и ты уже сегодня сможешь выйти на линию и зарабатывать деньги мы подключим любого человека живущего в россии в любом городе ты сможешь выводить деньги каждый день и у нас офигенная служба поддержки еще хочу сказать иногда нам пишут люди о том что случаются какие-то проблемы с нашим таксопарком друзья мои наш таксопарк называется такси хайп первое слово такси второе хайп все остальные партии которые под нас работают это не наши парки они могут называться хайп такси и как-нибудь по-другому и только единственный вот сап для связи он в описании к ролику и там же есть ссылки на наш контакт и электронная почта но лучше всего писать конечно вот сап так будет быстрее так вот оригинальный оригинальный таксопарк только такси хайп что друзья мои welcome превратим твой пассив в актив для заработка денег и в общем даже если ты уже работаешь и тебя не устраивает чужой парк твой парк которым ты сейчас работаешь приходи к нам и тебя с удовольствием подключим и создадим тебе кайфовые условия для работы подключайся парк такси хайп и как я в таком доме найду вас как где вы находитесь каким как я угадаю что это вы стараете . вот вторая пятерочка смотрите мы сейчас не подъедем это 64 корпус 1 да я без понятия так у нас когда клиент вас вызвать видите адрес наведите адрес то я вижу не буду ездить вокруг дома искать табличку снова на карте это уже другой дом хорошо мы-то едем по геолокации правильно я же не буду кататься по всему району искать эти дома я же не знаю какие какой дом искать из них 64 какой не 64 зачем навигатор то нужен и геолокации зачем нужно чтобы точку ставить туда куда такси каждый божий день я ставлю эту точку и мы каждый раз водитель начинаем искать друг друга прекрасно на пересхождите лайфхак хотите лайфхак бесплатный не хочу мне все-таки послушайте меня есть комментарий вы пишете туда что вы находитесь пятерочки на ленинском проспекте и нет проблем вообще вот закрепите его если вы постоянно ездите как вы говорите и у вас нет с одним водителем не будет проблем все будут понимать куда нужно подъехать знаете ваш лайфхак фигня почему я сейчас объясню потому что когда я пишу даже что я буду стоять у батонии понимаете и адрес пишу водитель все равно начинает меня где-то искать это не от этого зависит почему а вы пробовали так делать что ну вы пробовали так делать не каждый день у вас проблемы с водителем вы только что сказали две минуты назад что у вас каждый раз проблемы с водителем выход это должен быть какой-то правда нет у меня всегда все прекрасно я пишу значит номер дома и все замечательно и это самое подъезжает и подъезда и так далее я понимаю я тоже подъехал на точку которая была указана изначально все давайте перестанем то есть дело все таки не во мне какую позицию что я похож на вашего бывшего мужа что вы не действуете на нервы можно понять конечно пожалуйста вообще спорить с клиентом это минус в вашей работе знаете да вы просили меня молчать я не могу отвечать на вопросы вот это минус вашей работе я вам говорю как руководитель успешной компании бедные ваши подчиненные у меня очень не бедные подчиненные у нас компания вот такого нет это вам мешает это личному плану проехать сдать взад 200 метров блин и снять с клиентом я понял направо налево я просто взад не сдаю извините нет проблем нет проблем обахнемся комментариями хорошо буду терпилой как вам нравится хорошо да 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 в услугах работаете не надо при пираться с клиентом я оставлю вам комментарии ну прекрасно давайте отменяемся комментами тогда один проблемы с оплаты конфликтный пассажир отправить я тоже оставил свой комментарий ну блин это пипец как вот так вот у нее по и у ее подчиненных все в порядке работает руководителем я представляю как она мучает если говорить нематерным языком как она мучить своих своих подчиненных что-то я стал не понимать в этом мире мне кажется вот так да и 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